А сейчас о другом важнейшем событии недели. Установлен второй арочный пролет моста через Керченский пролив в Крым. Это автомобильный пролет. Решающая фаза строительства Крымского моста завершена. По плану в декабре следующего года по этому мосту начнется движение автомобилей. Крымский мостовой переход самый протяженный не только в России, но и в Европе. 19 километров. Я напомню, что решение о строительстве моста президент Путин принял в 2014 году. Сразу началось проектирование, а уже в следующем году мост будет полностью сдан в эксплуатацию. Это быстро. По всем мировым меркам это очень быстро. Тем более, что это очень сложный мост. Здесь и сильный ветер, и лед зимой, и тяжелый грунт. Многие специалисты говорили, что построить такой мост в этих условиях невозможно. Построим. Умеем, когда захотим. Всю неделю за работами в Керченском проливе следил наш крымский корреспондент Виталий Катченко. Его репортаж. Борт к борту с огромным сухогрузом мы проходим сразу по двумя арками будущего моста через Керченский пролив. Скажу вам, что впечатление, конечно, незабываемое. Ширина фарватера 185 метров. Высота расстояния от воды до арок железнодорожной и автомобильной 35 метров. И, как вы можете видеть, сухогрузы абсолютно спокойно проходят под этими белоснежными сводами. Сложнейшая технологическая операция завершилась досрочно. Почти на сутки раньше движение судов возобновилось, как только автодорожный пролет закрепили на опорах. Первой в ворота Крыма, как теперь называют арки моста, пропускают даму. Леди Лейла, танкер, вышедший из украинского порта Мариуполь, через Керченский пролив направился в Хайфу. Самые габаритные элементы моста теперь стратегические объекты не только для внутренней российской навигации, но и международной. Поначалу украинские СМИ писали же, что это гаограмма, что это мультик, что это снято на Мосфильме. Ну, вы же сами прекрасно видите, и мы видим вот эти две арки, которые стоят посередине пролива. Не дня без кадра главной стройки страны. Керчанин Виктор Чистяк следит за строительством самого протяженного в России моста с самой первой опоры, чтобы не пропустить установку автомобильной арки, дежурил на набережной с пяти утра. И на этой стройке работают не только россияне, но и мои друзья с Украины и родственники. И они уверены, что в декабре 18-го мост этот откроют. За уникальной операцией туристы и жители Керчи наблюдали с биноклями и фотоаппаратами. В интернете прямую трансляцию, как арка в сопровождении буксиров, заходит в фарватер, смотрели тысячи людей с мостом, который свяжет Крымский и Таманский берега. Многие связывают свое будущее. Обычайно прям вот такой восторг. Я даже не представляю, как это технически возможно. Как-то отслеживаем это, смотрим, все интересно. Для меня лично это прежде всего то, что мои дети смогут на машине приехать ко мне в гости. Очень рада, что это строится мост, который на самом деле нас соединит еще больше. И вот территориально, так-то мы духовно все уже давно вместе, а вот территориально мы будем прям очень близко друг к другу. Мы ждем, когда закончится стройка и на машине всей семьей сюда еще раз приехать. Да, очень понравилось. А еще на поезде всем классом. Автомобильную арку планировали установить еще в сентябре. Следом за первой железнодорожной, но и за штормой сильных ветров морскую операцию в Киржинском проливе перенесли на месяц. Как только погода наладилась, гигантскую конструкцию с Киржинского берега, где ее собирали в течение года, доставили в фарватер, а затем с ювелирной точностью завели в створ между двумя опорами. Учитывая ее фантастические габариты, 227 метров длина и высота, 45 метров, сделать это было непросто. Во многом помог опыт установки железнодорожной арки. Готовность номер один. Стальные тросы натянуты как струн. Вот эти вот ребята, стропольщики, уже готовы к операции. Привет! И вскоре белоснежная красавица весом 5,5 тысяч тонн с помощью домкратов по шеи с каждой сторон поднимется на проектную высоту 35 метров и сравняется с этой железнодорожной аркой, на которой мы сейчас находимся. И только отсюда, стоя практически у самой кромки воды, в фарватере Киржинского пролива можно представить процесс подъема арки на проектную высоту. Сначала ее приподнимут с вот этих вот плавучих опор, объединенных как катамаран в одну систему, приподнимут на метр, затем все перепроверят. И только после этого начнется длительный процесс подъема наверх. Первые сантиметры отрыва измеряли с рулеткой в руках. За операцией следили инженеры, геодезисты, строители. И уже через 6 часов арка заняла свое место в фарватере. По расчетам специалистов, она выдержит и 9-бальное землетрясение, и ураганный ветер. Проектные параметры автодорожной арки контролируются десятками датчиков, которые на ней установлены. Ведется геодезический мониторинг состояния опор. И этот мониторинг на сегодняшний день, вот уже в течение месяца, показывает о том, что после принятия нагрузок опоры сверхпроектных деформаций не дали. И, в общем-то, их и не прогнозируется. Конструкцию автомобильной арки инженеры сравнивают с натянутым луком. А гибкие подвески с тетевой. Свод поддерживает нижнюю часть высокопрочными стальными канатами. Столь масштабные объекты в нашей стране еще никогда не транспортировали по морю. А тем более не монтировали прямо с воды. Это такой исторический момент, технологический, это, я думаю, никто еще не делал. Ни при Советском Союзе это не делалось ни, я думаю, в нынешнее время. То есть это такой высокотехнологичный процесс. Это гордость. В этой операции принимало около 400 человек. Это высококлассные специалисты. Мы их набирали очень долго, формировали команду. И сегодня они работают как единый механизм. И поэтому я думаю, что это залог успеха именно в этом. За уникальной операцией наблюдали и лидеры парламентских фракций. После небольшой экскурсии гости были не против и сами принять участие в главной стройке страны. А с монтажником взяли? У меня помощника монтажника. У меня бригадир придет жирену. Происходит реальное, не просто юридическое, а сегодня происходит физическое соединение Крыма и России. Вот именно через этот проезд, через этот мост. И мы увидим, как просто-напросто будут здесь ездить машины и в Крым, и из Крыма. Это здорово, потому что мы через этот мост соединяемся просто-напросто на века. Безопасность превыше всего, напомнил лидеру ЛДПР, коллега из Единой России. Это самое мощное, что может быть. Как инженер. Без каски лидера потеряем. Нельзя без каски. Все иду. А каску? Каску. Ну да. Да. Это наивысшее достижение русской инженерной мысли. По мостам вот это будет рекорд. Крымский мост. Самый протяженный и железнодорожный, и автомобильный. Самое главное – сохранить трудовой коллектив. Общие фото и селфи на фоне объекта, ставшего одним из символов современной России, похожий на лидера фракции в Госдуме, стройка произвела впечатление. Я был на всех крупных стройках в стране, начиная с Байконура, где 100 тысяч человек работало. Трансиб и БАМ новый строили. Должен сказать, что эта стройка впечатляет. Так что надо поприветствовать, поблагодарить инженеров, рабочих специалистов. Гордость охватывает. Черт побери, мы это сделали. То, что за три года мы сделаем, не делал никто в мире. После установки второй арки впервые соединились все участки грандиозного сооружения. Монтаж пролетных конструкций автомобильного моста на протяжении всех 19 километров с Таманского на Керченский берег завершат к весне. А до конца 2018-го, после укладки асфальта, по нему поедут первые машины. Ширина проезжей части 23 метра, по две полосы в каждую сторону. Расчетная скорость движения до 120 километров в час. Мы ждем мост! Синхронно с двух сторон пролива ведется строительство автоподходов. А на полуострове современная трасса Таврида, которая пройдет от Керчи до Севастополя. Железнодорожное сообщение планируют запустить еще через год, в декабре 2019-го. На поезде из Москвы в Симферополь можно будет добраться примерно за сутки. И погода, какой бы шторм не разыгрался в Керченском проливе, не нарушит планов пассажиров. Виталий Катченко, Юрий Ламзин, Павел Силин и Сергей Чевелло. Первый канал. Крым. Продолжение следует...